Лекция, прочитанная по прибытию в Лондон, его божественной милостью, Аче Бхактивиданты, с вами Прабхупадой, 8 марта 1975 года. Итак, сколько здесь преданных сейчас? 80? 18? 80. Это хорошо. Бхактивиданты такуру пел. Как проповедовал Чайтане Махапрабу, он просил каждого, повторять Харе Кришна или Радха Кришна. И Бхактивиданты такуру говорил, когда я произношу мантру Харе Кришна, все опасности уходят. Итак, это место, материальный мир, опасное место. Випад значит опасность, и Падам, Падам означает на каждом шагу. В материальном мире вы не можете ожидать ровной, спокойной жизни. Это невозможно. Единственный выход из положения – найти прибежище в лотосный стоп. Мурари, значит, Кришна. Итак, если вы находитесь на очень хорошем корабле, все равно, поскольку вы на воде, нельзя считать, что корабль будет всегда очень ровный, никаких беспокойств не будет. Материальный мир всегда исполнен тревог. Если же мы придерживаемся наших принципов регулярно, повторяем Харе Кришна, то мы преодолеем опасности. Опасности тоже непостоянны. Они приходят и уходят, подобно сменам времен года. Иногда очень жарко, иногда очень холодно. И Кришна посоветовал, не переставайте повторять махамантру Харе Кришна и не бойтесь опасностей. Найдите прибежище в лотосный стоп Кришны, повторяйте мантру Харе Кришна, и вы преодолеете опасности. Но мы не должны создавать себе опасные ситуации. Жизнь уже опасна, поскольку Чайтанна Махапрабу, он тоже был очень внимателен к духовной жизни. Другие могут нарушать законы и заниматься разной греховной деятельностью. Но никто на это не обращает серьезного внимания. Однако, когда какая-то религиозная группа или Саньяси совершает даже небольшую оплошность, она увеличивается в глазах людей в тысячу раз. Поэтому мы должны быть очень осторожны и не поступать, не делать ничего такого, по поводу чего люди потом сгустят краски. Потому что мы проповедуем, мы проповедуем, и всегда есть группа демоничных людей, которые хотят поставить нас в трудное положение. Это естественно. Даже Хироника Шапу, несмотря на то, что был отцом Прохлада Махараджа, тоже ставил его в трудное положение. Но если мы остаемся искренними и продолжаем повторять Святое Имя, мы преодолеем эти опасности. Не нужно бояться. Не прекращайте следовать своим ежедневным принципам, совершать регулярную деятельность, проводить программы. Продолжайте это делать, завести от Кришны, и постепенно все будет хорошо. Я думаю, на сегодня хватит. Время закончилось. Божества должны отдыхать. И мы не должны их задерживать.